Что за герл? Не возьмешь, понадобится. Вообще не знаю, что это за веревочка. Пожалуйста, не смейтесь. Ну посмотрим. Ой, посмотрите, ну как? Ну что? Ну зачем такое вообще делать? Центы. Будет мило. Ой, я такая темная на этой камере. Привет, красотка! И в сегодняшнем видео, да-да, вы все правильно прочитали, мы будем собирать чемодан в Африку. Мы летим в Африку. Мне кажется, я до конца еще не осознаю этот момент, когда мы прилетим туда, тогда все станет на свои места. Но сейчас, находясь на Урале в минус 30, мне очень тяжело представить, что через пару дней мы будем ходить по Танзании. Да, Танзания это государство в Африке, а именно мы летим на Занзибар. Почему вообще Африка? Наверное, многих интересует сейчас этот вопрос, и летим ли мы с Евой. Да, мы летим всей нашей дружной командой, я, Денис и Ева. И на самом деле, вариантов-то немного. Безкарантинные меры сейчас есть только на Мальдивах, на Сейшельских островах и в Танзании. И как сказала очень мудрую вещь моя подруга, Саша, подумай, в какой момент жизни ты бы еще полетела в Африку, да, как не сейчас, если сейчас доступно вот всего лишь три таких направления. На Мальдивы вы еще успеете, тем более Мальдивы говорят очень такой спокойный отдых, мы бы там на третий день с нашей энергией уже очень заскучали. Мы поняли, что Танзания, вот такая немножко дикая страна, вообще неизведанный континент для нас, будет самое то. Многие говорят, кстати, что Занзибар это африканские Мальдивы, потому что там такой же белый песок, такая же красивая лазурная вода, но прямо на пляже могут ходить коровы, как в Индии. И немножечко углубляясь в город, да, там совершенно другая жизнь, поэтому да, скоро будете наблюдать контент из Африки. Второй моментик неожиданный в этом видео, это мой новый цвет волос. И эта камера делает меня очень темной, такое ощущение, что я прямо брюнетка, но на самом деле нет. Меня всего лишь покрасили в мой цвет волос от природы, то есть мне вообще не трогали корни. Мне очень хотелось закрасить именно вот рыжеватые пряди, потому что вот эта вся часть у меня ушла в сильно теплый цвет, прямо в медный. Третий момент этого видео, что я с красной помадой снова, и это значит, что я снова каждую минуту должна буду проверять свои зубы. Окей, а мы переходим к теме видео, и на самом деле я хотела изначально снять просто мои сборы чемодана, да, это какие-то интересные вещи, потому что мы уже такие частые путешественники, и уже поняли, что необходимо брать с собой, какие-то лайфхаки вам рассказать. Но когда я собрала все эти чемоданы, я поняла, что столько вещей, я буду рассказывать полтора часа, и потом это монтировать еще буду 20 лет. И какая молодец, что спросила у вас в инстаграме, потому что вы мне подали такую классную идею, которую мы сегодня воплотим в реальность. Одна из моих зрительниц предложила показывать мне вам вещи в алфавитном порядке, и это убивает сразу несколько зайцев. Во-первых, вещей будет не так много, да, всего 33 буквы в алфавите, там всякие твердые знаки убрать уже будет не так много. Во-вторых, это интересно и весело, что можно там взять на Ч, на Э, и у меня нашлись такие вещи. Ну, а в-третьих, я немножко схитрила, и на некоторые буквы я показывала целые разделы. Буква А. На букву А я решила вам показать аксессуар. И самым главным, наверное, аксессуаром, вы согласитесь, на солнце будут солнечные очки. Я их покупала, по-моему, в Заре года три назад, и в каждом путешествии они мне служат верой и правдой. Что за герл? Форма такая классная, я обожаю такой кошачий глаз, немножко вытянутый, как всегда, какая-то фигня прилипла. Мне кажется, такая форма очков вытягивает визуально, кстати, лицо. У меня нет пяти пар очков, я ношу только одни, и очень им рада. Поэтому мы переходим к букве Б, и на букву Б у меня такая хитрость, потому что я вам покажу бьюти-косметичку. А это сразу же знаете сколько вещей. Ну, кстати, не так много. Я изначально думала вообще не брать ничего с собой с косметики, потому что плюс 30, нужно коже дать отдохнуть и все такое. Но потом я подумала, а вдруг в один из дней там будет лить дождь, например, и я захочу что-нибудь снять или пофотографироваться. В общем-то, решила, что не так уж много это занимает по весу и по объему, поэтому взяла. Тональный крем, это афетон от Maybelline, бьюти-блендер, скульптор тире румяна, два в одном, чтобы не брать с собой больше. И кисточку, расческа, конечно же, рассыпчатую пудру, потому что если я уж буду наносить макияж, то, скорее всего, нужно будет скрывать блеск на лице. Красную помаду, вдруг мне захочется сделать какой-нибудь такой вот макияж, как сегодня, например. Это тоже Maybelline, бальзам для губ, разумеется, это L'Occitane. И такую нюдовую классическую помаду от Stellarine, оттенок 07. То самое мыло для бровей из прошлого видео про макияж, потому что он невероятно фиксирует брови. Я, кстати, еще не сходила на покраску бровей, она у меня сегодня. Завтра у меня наращивание ресниц, так что, в принципе, я думаю, что вся эта косметичка вообще не понадобится. Но вдруг мне захочется сделать съемку, я буду жалеть, что забыла с собой косметику. Из такого яркого акцента я взяла тени-однушки от Divash. В фиолетовом оттенке они очень так освежают, наносятся очень быстро, просто вот так вот пальчиком. Карандаш для бровей для тех дней, когда у меня сойдет краска с бровей. И тушь на нижние ресницы, это тоже, по-моему, Stellarine. По-моему, в прошлом путешествии я точно такой же брала набор, и мне не пригождалась косметичка вообще. Но вот знаете, как всегда, не возьмешь, понадобится. Буква В. Витамины. Витамины у меня вот в такой поездной косметичке. Я взяла ровно на две недели. Здесь у меня железо, витамин D и B12. Это пью я. Евочка у нас пьет только витамин D. У меня он с iHerb. Мамочке, кстати, берите на заметку, он абсолютно без вкуса, потому что часто детям не нравятся капельки. Они бывают слишком сладкие или горькие. Это вообще как водичка. Я просто добавляю на ложку каши, например, и даю Еве. Я не буду говорить, конечно, про дозировку. Это все индивидуально с врачом. И не знаю, отнести ли это к витаминам, но я взяла с собой спирулину вот в такой вот баночке. Я спирулину добавляю вообще везде, где это можно, где будет незаметен ее вкус, потому что вкус у нее такой, если честно. Мне многие говорят, почему ты не пьешь тогда его таблетками, ее спирулину? Потому что очень большая часть полезных свойств, к сожалению, теряется, когда формируются именно вот таблетки, прессуются из нее. Поэтому лучше всего и легче всего усваиваться тоже из порошка. Это водоросли, если что. В ней есть просто все. Все, что нужно для жизни. Под буквой Г я положила герметичную косметичку. Это косметичка специально для телефона, чтобы можно было снимать под водой и не бояться, потому что, конечно, айфон говорит, что типа да, waterproof. Но одно дело, когда это морская вода, да, то есть когда это океан, или когда слишком много хлорки в бассейне. И, возможно, пострадает динамик, телефон, что-то будет. И еще телефон просто-напросто здесь удобно переносить. Захотел, например, пофотографироваться на пляже, на водичке. Чтобы постоянно в руке телефон не держать, просто кладешь сюда, закрываешь и вешаешь вот такую вот веревочку. Вообще не знаю, что это за веревочка. Какая-то самодельная. Такое ощущение, что мы с Денисом сами ее приеделали когда-то. Служит этот мне чехольчик уже года четыре. Буква Д. Я долго пыталась вспомнить, что у нас есть на Д и решила выделить Д. Дорогое. Самое дорогое, что у нас с собой есть. Когда я собиралась, Денис сказал, что это я. Но если считать из материального, то это, конечно же, ноутбук. Я беру с собой ноутбук, потому что я буду монтировать видео. Потому что я без этого не могу. Даже две недели. Скорее всего, это видео я буду заканчивать монтаж еще там в аэропорту. Когда мы будем ждать самолет, когда будет давать Ева. И еще одно видео у меня есть на монтаж с собой. Так что скучать я не буду. И да, всю технику мы задаем вручную кладь, разумеется. Мы еще дойдем до буквы Р и все там узнаете. Буква Е. Еда. Куда я без своей еды? На самом деле, я взяла с собой немного. Вот когда мы ездили в Сочи, мы летели на два месяца. Я понимала, что это место будет нашим домом на два месяца. У нас там будет своя кухня и так далее. Поэтому я брала в ту поездку с собой и блендер маленький. Конечно, он не очень большой. Он такой маленький, специально походный. Чтобы там перемалывать свои семена льна, делать смузи и так далее. Но на эти две недели я решила не запариваться. Отель у нас по системе all-inclusive. Поэтому я думала, мы там найдем еду. Но с собой на всякий случай я все равно взяла свое молоко. Потому что, ну, не факт, что там будет растительное молоко. А я люблю его просто даже отдельно пить или добавлять в кофе. Хотя я подумала, на две недели можно уж отказаться, наверное, от кофе. И наслаждаться фрешами, смузи, просто фруктами. Ну, посмотрим. В Еве я взяла такое же не молоко, только она специально. Детская овсяная кашка. В самолет я такую штучку тоже беру. Ну, несмотря на то, что 250 миллилитров, я думаю, меня пропустят. Она будет закрыта здесь. Не содержит лактозу, молочный белок, гамон, антибиотики, сахар, соль. Ева очень ее любит. Мы взяли таких штук 7. Ксилипопы с собой тоже взяли, потому что Ева их очень любит. Это такие чупики с защитой от кариеса. Еве хватает на несколько дней, на самом деле. Она пососет немножко и отдает обратно. И на следующий день можно спокойно дать еще раз. Под буквой ЙО я очень долго думала, что показать, потому что ничего у нас нет с собой на ЙО. И Денис мне подсказал вариант ЙОКОЛОМЕНЕ. Это будет вещь, которую мы по-любому забыли. Потому что каждый раз ты все равно что-нибудь забываешь. И про эту забытую вещь я, кстати, могу вам сказать в Инстаграм. Так что следите. Во время путешествия мы осознаем, что что-то забыли. И это будет та самая вещь на букву ЙО. На самом деле насчет забытых и незабытых вещей очень полезно сделать раз и навсегда такую таблицу, которую мы сделали еще 4 года назад, когда первый раз полетели в Индию. Таблица по категориям, что ты берешь с собой вручную кладь, просто в багаж. Какие-то универсальные вещи, которые везде нужны. Но мы еще сделали под категории про страны. Например, если мы захотим вернуться в Индию, надо будет заново вспоминать, что там, как там было. Мы открываем таблицу и понимаем, например, мне нужно больше вещей, чтобы колени были, например, закрыты. Платок обязательно нужен. Какие-то вещи местные, знаете, которые ты понимаешь только по приезде туда. Ты понимаешь, что, опа, сим-карту, например, в Индии нужно было оформлять прямо в аэропорту. Или даже еще заранее из дома позаботиться об этом. Потому что, находясь там, вы потратите уйму денег на оформление сим-карты. И еще она будет не работать, скорее всего, и вас там захотят как-то обмануть. Вот такие вещи мы все фиксируем. Следующая буква Ж, и это жвачка с ксилитом от Миродент. Мы берем ее вручную кладь, чтобы пожевать во время взлета и посадки. Ну и, в принципе, на острове тоже, наверное, пожуем как-нибудь. Это 100% ксилит. Жевать можно сразу же после еды, чтобы убрать остатки пищи. И чтобы распространить ксилит по зубам, как раз-таки, который борется с бактериями. Под буквой З я хочу вам показать зубные нити. Вот такая у нас косметичка, которая отвечает за гигиену просто ежедневную. То есть здесь всякие уходовые штуки типа тоника, зубных щеток. И вот как раз зубные нити мы берем всегда с плат. Именно вот такая розовая зубная нить. Это прям фаворит. Это объемная вощеная нить. Она подстраивается под практически любой промежуток между зубами. И очень-очень хорошо вычищает. Прям очень нравится. Именно берите розовую. Потому что если вы возьмете зеленую, она вообще какая-то странная. Хотя написано, что вроде то же самое. И моя отдельная, почему я сказала нити зубные. Потому что у меня еще вот такая нить для некоторых участков. Например, там, где у меня стоят импланты, у меня там единая коронка на два зуба. Представляете? То есть они слеплены между собой. Потому что там по количеству места по-другому не получалось. И между ними надо прочищать. Но только сверху. И вот такая вот нить. Очень выручает в этом плане. Еще с брекетами ее рекомендуют. Под буквой И я положила игрушки Евы. Решила вам показать игрушки Евы. Не знаю, сами оценивайте, много это или мало. Для ребенка на две недели. В принципе, конечно, там повсюду. Там что ни камушки, то игрушка. Но для воды я взяла вот такую штуку, которая, ну, пуляется водой. Я вот тут уже что-то погрызла, конечно. Просто здравствуйте. Вот такой вот маленький мешочек. И здесь всякая всячина для песочка формочку-черепашку. Также для игры с песком и с водичкой вот такая вот леечка. Просто обзор игрушек. Мне нравится, что на моем канале происходит. А вот такой мяч. Лопаточка, конечно же, куда без лопатки. Кораблик. И я взяла две баночки пальчиковых красок. Порисовать в номере или прямо в ванной. Это еще не все. Потому что сейчас будет самая парадоксальная вещь. И желательно, чтобы Денис этого не видел до момента, пока мы туда не прилетим. Потому что это вот такая вот фиговина. Но Ева так ее любит. И она так с ней долго играет. И ей прямо нравится. Суть в том, что нужно открыть всех зверят. Видите, вот так вот. Разными способами. Мало того, что они выходят. Они такие объемные, красивые. Тут еще музыка есть. Я подумала, что у Ева должна быть какая-то вот такая именно прикольная игрушка большая. Несмотря на то, что реально много места она занимает. Просто, чтобы она лежала в номере. И мы к ней возвращались по вечерам. И с утра, пока там зубы чистили, пока собирались, она тоже могла чем-то позаниматься. Следующая буква и краткая. Я думаю, тут без вариантов. Вы все понимаете, что я написала, что я выбрала. Это йод. И йод, и зеленку мы берем вот в таких стиках. Они продаются в аптеке. Вообще, всю аптечку я, наверное, не буду показывать. Она у нас такая объемненькая. Это всегда тот груз, который, я надеюсь, как вот мы запаковали, так мы привезем обратно, ни разу не воспользовавшись. Аптечку я каждый раз оставляю вместе с педиатром. Она подсказывает какие-то моменты. Буква К. И я решила вам показать наши купальники. Ну, наши с Евой. Денисовые трусы не буду показывать, наверное, никому не интересно. Может, конечно, показаться, что все это наполнить купальниками немного странно. Но, по сути, когда вся твоя одежда пляжная – это купальники, почему бы не взять их несколько правильно, чтобы не ходить каждый день в одном и том же. Когда я зашла на сайт H&M и увидела там вот это, например, как можно пройти мимо. Плавательный подгузник, причем очень классный, именно вот такой, девочки. Запомните расцветочку, да, кому это актуально, кому надо. Точнее, даже не расцветку важнее, а, наверное, бренд. Почему я хвалю именно его? Потому что здесь так все умно продумано. Здесь, мне кажется, на любой возраст до 7 лет. Здесь просто очень много вот этих клепочек. И ты можешь варьировать как обхват ножки, так и обхват животика. И мы берем только его всегда, в любую вообще поездку, в любой возраст. Они очень продуманные, потому что все, что остается внутри, то не попадает наружу. Вы посмотрите, ну как? Ну что? Ну зачем такое вообще делать? Притом, здесь был комплектик, еще вот такая вот шапочка. Это вообще мой самый любимый. Притом, я взяла себе тоже красный купальник, чтобы мы с Евой были Total Red. Они с завышенной талией. И вот такой бюстгальтер у этого купальника. Я прямо представляю, мы с Евой оденемся в красный купальник. Я сделаю красные губы. У Евы будет красная повязочка на голове. Мы обязательно сделаем... Я сейчас поняла, что у Дениса тоже красные шорты-трусы плавательные, но я специально не подбирала, честно. Мы сделаем семейную фотографию на пляже. Тоже милейший купальник, но он еще и со SPF защитой, и он больше закрывает всю поверхность. Еще один купальник, и он не последний, чисто классический черный. Очень хорошее качество, это ойша. И также белый классический купальник, классические чашки. И почему-то в этом отделе, хотя это не купальник, лежит еще с поездки в Таиланд вот такой топ. Надо было все это примерять еще. Нет, знаете так, чтобы увидеть нас в этой одежде, заходите-ка в инстаграм и следите за нами там. Вот я же говорю, посмотрите на продолжительность видео, и мы всего лишь на букве К. На букву Л я беру с собой линзы по новой упаковке нам с Денисом. То есть мы изначально в контейнеры кладем новые линзы, и еще по одной упаковке берем с собой, потому что всякое бывает. Кстати, именно в очках мы полностью в самолете, вот весь этот путь от аэропорта до прилета, потому что глаза в линзах очень устанут, в самолете очень сухой воздух. Буква М, и это маска, конечно же, если вы едете в такие края, как Таиланд, Вьетнам. Ну, в общем, везде, где можно посмотреть на рыбок, можно брать свою снорклинг-маску. Именно такая, которая на все лицо надевается. Буква Н. Очень долго думала, что у меня есть на букву Н. Ну, типа, чтобы не носки показывать, да? Я сделала раздел «Нужное». И, конечно же, самое нужное, без чего вообще не состоится поездка, это наши документы. В частности, загранпаспорта. И такой важный момент, это мне Денис сказал обязательно вам рассказать в видео, на что мы напоролись в прошлой поездке. А именно в Европе мы не знали, что недостаточно просто международных прав водительских. Водительское удостоверение у Дениса есть международного типа, а есть российское. И вот он взял только международное, подумал, зачем им российское, они все равно не смогут прочитать. И оказывается, нет, нужны как российские права, так и международные права, чтобы там иметь возможность взять машину, куда-то поехать. Поэтому мы обязательно берем. Пользуясь случаем, я вам покажу эту прекрасную фотографию, кстати, сама не помню. Это 2018 год. Теперь внимание, подождите, я должна показать вам Еву. Денис сказал, что это просто шарик. Что за пирожок? Представляете, Ева спустя 3 месяца жизни получила свой загранпаспорт. Я его получила в 14 лет. 15. Я только что прервалась на не очень приятную процедуру. Нам приходили домой брать тест ПЦР из носа и изо рта. Нужно за 72 часа до вылета сдать тест. Кстати, да, может быть мы никуда не полетим. Да нет, на самом деле мы уже переболели, у нас уже есть антитела. Буква О. И я решила вам показать нашу обувь. Хорошо, что не одежду, потому что этого было намного больше. Обуви на самом деле у меня очень с собой немного. Универсальная вещь это белые кроссовки. Я даже подумала взять босоножки. У меня есть босоножки бежевые, типа под платье. Но на самом деле, когда ты берешь вот такие белые легкие кроссовки, это настолько универсальная вещь, что и под платье она подойдет, и под брюки она подойдет, и под леггинсы, и под шорты. Обойдусь одними ими, и еще шлепки. И это, говорю, шлепки, знаете, чисто как вот в детстве меня научили. Это сланцы называется, да, вьетнамки. Тоже долго мне очень служат уже. Наверное, не очень презентабельный вид сейчас. И важный такой моментик, важный пунктик. Такую местность обязательно надо с собой брать. Я покажу на Евиных. Это коралловые тапочки. Это тапочки специальные для захода в воду. Если вдруг там камни или кораллы, не всегда пляжи чистые. Мы благополучно два дня ищем наши коралловые тапочки дома. Они у нас такие прозрачные. Маленькая зайка. Я сейчас беру тест ПЦР. Папа ее держит. Я не скажу, что это больно. Это скорее просто неприятно. Для ребенка это еще и нарушение его границ. Маленькая. В общем, про коралловые тапочки. Мы там, скорее всего, с Денисом себе купим, потому что наши мы благополучно где-то посеяли. Я не могу услышать, я прервусь. Итак, следующее включение. Мы остановились на обуви. Из обуви идут также Евины Кроксы. Это такие сандалеты, с которыми тоже можно, кстати, наступать в воду, по песку. Ну, вообще такие универсальные они. А для самолета вот такие ботиночки. Под буквой П я написала платье, но не ужасайтесь, пожалуйста. Они у меня все не глажены, потому что они только после стирки. И все равно мы в отеле будем их гладить. Поэтому я не вижу смысла сейчас делать то же самое. В итоге делаю двойную работу. Поэтому может показаться, что это очень странное платье. Но на самом деле он такой красивый, такой нежный. Я купила его в Сочи. Платье, которому 4 года. И оно служит мне верой и правдой все это время. Это птички. Оно такое летящее, бесформенное особо. И сзади у него очень красивая спина. И третье адекватное платье. Почему говорю адекватное? Потому что следующие два сложно назвать платьями. Поймете почему. Тоже фасон такой летящий. Оно коротенькое. V-образный вырез. Это мой самый любимый, кстати, вырез у платьев или у блузок. Ему тоже, кстати, около 4 лет. Он мне очень долго уже служит. Вот я про эти платья говорила, что с ними кроссовки супер смотрятся. И не нужно никакие босоножки под них, что-то еще. Платья, которые сложно назвать платьями. Но это вообще из одежды. После купальника, наверное, вторая по важности вещь. Это вот такая накидка на купальник. Очень интересно сейчас смотрится, конечно. Вот так она выглядит, да? И она очень длинная. То есть она прямо в пол. Полупрозрачная, конечно. Ты надеваешь купальник. И если ты вдруг после пляжа куда-то забегаешь, там, выпить смуди, перекусить, то ты просто надел, и ты как будто уже в одежде. Или просто погулять вдоль берега, и она будет так красиво развиваться. И вариант покороче. Просто другой вариант на самом деле. Не то, что полупрозрачная. Она просто вся в дырочку. Ее я покупала в Таиланде. Вот серьезно. Из раза в раз я даже ничего себе нового не покупаю из одежды. Ну, потому что это такие универсальные вещи. Качество у них тоже хорошее. И в итоге ничего нового-то и не надо. И вот здравствуйте. Буква Р. Ручная кладь. Это просто как отдельный чемодан, наверное. Потому что вручную кладь на каждого у нас идет по вот такому рюкзаку. У Дениса такой же черный. У меня цвет хаки. Этот рюкзак называется антивор. Почему? Потому что у него нет с внешней стороны ни одного кармана, как вы можете заметить. Он полностью вот прям продуманный. Очень крутой рюкзак. Вот так вот изнутри у него открывается замок. И тадам! Открывается он тоже вот прям на 180 градусов. Я сейчас не буду это делать, потому что все выпадет. Но помещается сюда очень много. У Дениса в ручной кладе всегда едет наша техника. Он такой самый тяжелый. Там все наши зарядные устройства, ноутбуки, документы. А у меня больше такой мамский рюкзак. Потому что здесь все для Евы и для наших перекусов. Цеплялка на чемодан. Знаете, когда вы чемодан вот так вот везете, можно рюкзак на него нацепить сверху и везти единым как бы грузом, а не на плечах. Ну, в общем, очень классные рюкзаки. Это XD Design. Очень интересная вещь. Это наушники шумоподавляющие. Я очень надеюсь, что Ева их примет хорошо. Она дома с ними так играется. Но в самолете у меня план, конечно же, надеть на нее их, чтобы она подольше поспала. У нас ночной перелет. Это очень, на самом деле, удобно, как мы уже поняли. Лететь нам 9 часов с маленьким ребенком. Да. Знаете, вот нигде так сильно, как в самолете, так в полете во время полета, я не счастлива, что у нас грудное вскармливание. Потому что другие детки, те, кто из бутылочки пьет, они так крепко не спят. Ева, конечно, меня вообще не отпускает, по сути, но она хотя бы спит все это время. Вот у нас был перелет в Таиланд в прошлом году. Она всю ночь идеально спала, но ей нужно было всегда подсасывать. Поэтому я надеюсь, вот эта штука поможет от криков других детишек, от каких-то резких звуков, да, в самолете. Моя легендарная бутылка воды сломалась, поэтому сейчас я пью из этой. Тоже хорошая, но, конечно, не такая удобная, как предыдущая. Если что, в самолете, конечно, можно попросить, но на всякий случай надо иметь. Здесь в отсеке вы можете видеть маску, в которой нас заставят улететь все 9 часов, скорее всего, влажные салфетки. Мою камеру. И как вы думаете, что это означает? Да, пока что у меня в планах очень смелых снять влог с Занзибара и начать его прямо с аэропорта. То есть показать какие-то интересные моменты, как проходит полет с малышом. Наушники это единственная вещь из техники, которая лежит не у Дениса, а у меня, потому что у нас у каждого свои наушники. И, кстати, да, я скачиваю на YouTube заранее несколько видео. В основном я скачиваю лекции с Атгуру, потому что аудиокниги у меня почему-то не работают в авиарежиме, хотя я их купила. У меня подписка есть на YouTube, поэтому я скачиваю бесплатно лекции, ролики длинные. И если не получается уснуть, то так можно скоротать время. Та самая жвачка с ксилитом на момент полета, а у Евы один чупик. Из игрушек мы берем с собой одного плюшевого медведя, у которого здесь есть тайник. И сюда еще помещают за несколько игрушек. Это такая занимательная вещь, но я очень надеюсь, что она будет занимательная. Нужно вот так вот шнурочек продевать в дырочки котенка и развлекаться. И куколка здесь лежит маленькая. Самое ходовое на самом деле у нас из игрушек пока что это книжки. Две такие твердые книжки, которые не помнутся. Одна английская книжка, одна русская и телефончик с 15, по-моему, или 20 песенками. Из еды беру батончик яблока-корица. Также в контейнере сушки и орешки. Ева очень активно грузит сушки, когда у нее идут зубы. По поводу еды в самолете мы не едим. Не заказываем вот эту вот еду, особенно когда это ночной полет. То есть вообще желательно очень много пить в полете и не есть. Я когда углублялась в эту тему, там очень так подробно описывались все вот эти процессы, которые происходят на такой высоте с нашим кишечником, что ему вообще сейчас не до еды. Когда вот люди в себя впихивают вот эту еду еще особо-то не голодны. На самом деле, если почувствовать себя, то в полете не очень-то хочется есть. Ну, либо очень что-то легкоусвояемое, но не кусок мяса точно, который будет бродить там очень много времени. Но у нас вообще будет ночь. То есть ночью мы же не едим, когда спим. Но на всякий случай вот такие штуки на погрызть мы взяли. Еще я свежих фруктов, наверное, нарежу. Просто яблоко и финики с черносливом. Про эту Евину, не молочную кашку, я уже говорила. Также в ручную кладь я, конечно, беру сменную одежду для Евы. Несколько подгузников на всякий случай. И, конечно, в самолет косметичка. В косметичке здесь самое необходимое из аптечного. То есть, например, сильно заложится нос, пробить нос. Также тоник и крем для лица, потому что очень сильно пересушивается кожа. И не совершайте такую ошибку, не наносите крем или маску на грязное лицо. Хотя бы нужно протереть тоником, то есть остатки загрязнений снять. Я беру вот такой тоник в спрее. Тут 90 мл как раз проходит по нормам в самолет. Также мои зеркальца незаменимые. Бальзам для губ, потому что также губы сушатся сильно. И крем для Евы. И последняя вещь для ручной клади. Это не очень эстетично выглядящие мои чулки. Девочки, если у вас особенно долгий полет, позаботьтесь о своих ногах. Потому что это прямо огромная работа для них. Особенно, когда есть предрасположенность к варикозу. Надевайте компрессионные чулки. Они у меня были белого цвета. Потом я их постирала с черным купальником. Они у меня стали вот такого цвета. Но выполнять свою задачу они не перестали. Поэтому хоть такие, я их все равно люблю. Они еще со времен беременности у меня остались. И в идеале, конечно, хотя бы раз в час, раз в полтора часа вставать. И ходить хоть какое-то количество времени. Ножки вверх задирать. Так намного будет меньше потом последствий после полета. Я замечала, что если вот все вот эти моменты соблюдать, то есть много не есть в самолете, увлажнять лицо, увлажнять себя изнутри, то есть пить воды много, накануне хорошо поспать, не пить много кофе, надеть компрессионные чулки, то в итоге восстановление после полета вообще не нужно никакое. Ты абсолютно приезжаешь, как свеженький огурчик. Под буквой С я положила солнцезащитный крем. Это настолько must have, что я с собой не один беру, а это прям косметичка. И тут только солнцезащитный крем. Потому что мы будем, я чувствую, много их тратить. Отдельно у меня La Roche-Posay для лица. Все с фактором 50+, потому что в Африке это просто экватор. И сгореть можно очень легко. Для Евы тоже 50+. И от Уриаж мы берем после солнца лосьон, который успокаивает, увлажняет. Еще хорошо работает гель с алоэ. Буква Т это тройник с самыми разными входами. Просто такой универсальный тройник. Потому что неизвестно, какие там будут розетки. Точнее, уже известно. Я уже погуглила, что там розетки не такие, как у нас. И чтобы мы спокойно, нормально заряжали. Под буквой У я положила умилительный подарок. Это то, что Денису пока нельзя знать. Потому что у нас 14 февраля. Получается, выпадает, что мы будем там. Поэтому я везу маленький подарочек с собой. Тут просто конфетки Love Is. А здесь 3D-открытка. Будет мило. Вы, наверное, думали, что на букву Ф я ничего не положила. Но вы ошибались. Потому что это фонарик. И это какой-то супер мощный фонарик, который нам подарили друзья. Нельзя в глаза себе так светить, Саша. Друзья, которые уже побывали на Занзибаре. И они сказали, что вот именно этот очень мощный. Вот смотрите. Вот я прям сзади все сделала. Видите, как он далеко. Можно вот прям так. Опа. Темнеет. Там рано, как и везде на экваторе. В районе полседьмого. Поэтому я думаю, нам просто даже понадобится по территории, может быть, ходить. Хотя там, наверное, будут фонари. Под буквой Х у меня в чемодане лежит хрень. Конечно же, по моему мнению, это не хрень. Но по мнению Дениса, это абсолютно ненужная вещь нам с собой. Вообще-то, это надубная машинка для Евочки. И, конечно, мы могли купить там. Но зачем, если у нас есть с собой. И, в принципе, не очень много занимает место. И ей будет развлечение. Правильно? Буква С. И тут уже просто моя фантазия, что у нас на С ничего у нас нет. Цепочку я с собой не беру. Денис сказал, напиши центы. Потому что мы берем с собой 500 долларов. Подождите, если это 500 долларов, то это 50 тысяч центов? Или 5 тысяч? Короче, буква С, центы. Буква Ч, это, разумеется, наш чемодан. Надеюсь, нам хватит двух чемоданов. Буква Ш, это, разумеется, шляпы. И начнем мы с шляпки Евы. У нас практически одинаковые у всех шляпы. У меня прямо такая с полями широкая. И у Дениса... Ковбойская немножечко. Буква Щ, это зубные щетки. Мы наши щетки возим в одном футляре. Здесь Евина большая, моя большая, Дениса большая. И Евин маленький монопучок, чтобы каждый зубик детально чистить. Под буквой Э я ничего иного не придумала, как эмульсия. И я могу вам показать свой тоник, который уже, между прочим, показывала. Да, я его из ручной клади просто переложу в нашу обычную уходовую косметичку. Кстати, да, Денис уже больше года пользуется тоником и увлажняющим кремом для лица. У меня гордость. И завершаем мы, девочки, очень весело. Буква Ю, это юбка. Буква Я, это яркая вещь. И это такой наряд. Пожалуйста, не смейтесь. Вы, наверное, сейчас думаете, что надо было это определить в категорию хрень. Но нет. Потому что это наши наряды с Евой. Я прямо вижу эту картинку. Я хочу станцевать африканский танец. Мы будем в Африке. Как можно не надеть вот это и не станцевать? И вообще последние две недели настроение Шакира и песня Вака-Вака. Я ее напиваю в 24 на 7. Так что ждите, девочки, от меня веселый контент. У Евы то же самое с собой, между прочим. Пожелайте нам, пожалуйста, спокойного полета с Евочкой. Отрицательных тестов ПЦР. А, ну и вообще, если это видео вышло, то, скорее всего, мы уже на Занзибаре. Я вас приглашаю в свой Инстаграм. Там вы меня можете видеть чаще. Обязательно напишите в комментариях, как вам это видео. Ну, а я вас обнимаю. Вы улыбаетесь чаще. Пока. Пока.